Здравствуйте, вы на канале 4Vision и сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы по продукции Агрос. Нужно ли каждый раз получать разрешение на полеты для Агрос Т-30? Прежде всего нужно зарегистрировать каждую единицу дронов Росавиации. Это обязательно и нужно для всех. Если вы летаете в зонах, где есть малые аэропорты, большие аэропорты, военные аэропорты, то вам необходимо согласовывать свои полеты с каждой из этих структур. Если вы летаете вдали от таких мест, то на эффективных высотах работы дрона, это где-то 2 метра над уровнем посева, на этих высотах получать разрешение каждый раз не нужно. Добрый день, один такой дрон для какого объема площадей актуален примерно будет по покрытию? Вопрос не совсем корректный, потому что все зависит от указания агронома. Если агроном говорит выливать 1 литр на гектар, то можно за сутки обработать и 100 гектаров, и 200. А если нормы вылива ставятся по 10-15 литров на гектар, то, соответственно, эффективность несколько снижается. Опять же, все зависит от количества аккумуляторов у вас в наличии и от заранее построенных маршрутов с помощью программы ТЕРА. Если в программе ТЕРА у вас есть заранее подготовленные маршруты, выгруженные в пульт, то летать можно круглосуточно, и днем, и ночью. Что такое режим МОДА-2? Режим МОДА-2 – это режим управления джойстиками. Соответственно, существуют режимы МОДА-1 и МОДА-3. Эти режимы пришли к нам из авиамоделирования. Когда не было продукции DJI и были обыкновенные самодельные радиоуправляемые модели, использовались режимы МОДА-1 и МОДА-3. Чтобы людям не переучиваться, их оставили в продукции DJI как основные. Для всех начинающих пилотов режим МОДА-2 наиболее оптимален, наиболее понятен и наиболее соответствует ожиданиям от полетов. Требуется ли согласование полетов Агрос Т-30 с различными структурами? До 30 кг вроде бы ничего согласовывать не нужно. Ну, этот вопрос очень сильно пересекается с первым вопросом, на который я уже отвечал. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы или сомнения, вы можете обратиться к роликам на нашем канале, в которых рассказывается о регистрации полетов. Там все популярно и подробно рассказано. Какова рентабельность дрона Агрос Т-30? Рентабельность дрона в каждом случае индивидуальна. Для рисовых чеков это одна рентабельность, для овощных культур другая, для больших территорий, площадей это абсолютно третий вопрос. В каждом из данных случаев рентабельность будет индивидуальна. Вы можете позвонить нашим менеджерам и обсудить конкретные задачи, конкретные цели. Будут ли работать полетные задания, когда пульт переключен на русский язык? Агрос Т-30 работает с русским языком. Это мы проэкспериментировали и можем с уверенностью заявить, что это так. С Агросом Т-20 мы не успели до зимы испытать новую версию программного испечения. Но обязательно сделаем это, как только наступит весна. Расскажите про калибровку компаса и форсунок. Ну, здесь все идентично любому дрону от компании DJI. Калибровку компаса надо проводить вдали от металлических конструкций, от автомобилей. Желательно проводить ее при смещении или изменении локации. Смотреть обязательно на показания датчиков в меню приложения. Калибровка форсунок проводится перед каждой рабочей сменой. Проводится обыкновенной жидкостью, можно даже водой. Но выполнять либо после каждой рабочей смены, либо перед каждой рабочей сменой. Каковы конкретные преимущества Агрос Т-30 перед версией Т-20? Очень много изменений. Более современная авионика, более высокая грузоподъемность. Возможна обработка больших площадей. Более емкие батареи. В целом доработок очень много и все они указаны на нашем сайте. Или можно позвонить нашим менеджерам и всегда уточнить интересующие вас вопросы. Возможно ли управление несколькими дронами с пульта для Т-30? Да, возможно. С одного пульта можно управлять одним, двумя или тремя дронами Т-30 одновременно. Только для каждого дрона нужно будет создавать свое отдельное задание. И в каждый дрон загружать его, соответственно, отдельно, но с одного пульта. Модуль высокоточного позиционирования РТК. Это стандартное устройство для пульта Т-30. Да, модуль высокоточного позиционирования РТК. Это стандартное оборудование пульта для Агрос Т-30, которое поставляется в комплекте. Также подлежит активации. Помогает более точно строить задания для Агросов. И помогает более точно следовать по маршруту. И провозить более высокоточную обработку. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. С радостью будем ждать ваших новых вопросов. Пишите их в комментариях. Постараемся оперативно на них ответить.